Дом по адресу Мангельдина, 36, построен почти полвека назад. Но в какой-то момент в одном из подъездов стали появляться трещины, а бетонные плиты отходить друг от друга. Это не могло не вызвать опасений жителей 120 квартир, которые обращались во все возможные инстанции. И вот в марте нынешнего года был проведен тендер на ремонт и сейсмоусиление дома. Сейчас строители устанавливают связанные между собой металлические кронштейны, которые должны укрепить стены. Мы тут должны сделать по проекту, крышу меняем, в подъездах ремонт сделаем, потом укрепление, закладные поставим, где трещины в аварийном подъезде. Во многом, как считают строители, просадка дома и образование трещин стали следствием порывов канализации водопровода. Сколько раз подвал погружался в зловонную жидкость, и жители не вспомнят. Даже чугунные трубы пришли в негодность. И потому важными пунктами договора стали усиление фундамента и замена тепловодой канализационных систем. В подвале вовсю кипит работа. Сейчас наши строители готовят траншеи, в которые будет заливаться бетон. Это усилит фундамент и не даст ему проседать дальше. Уже залили больше 6 кубометров. Но главное, чтобы не протекала канализация, водопроводы и тепловые сети. Потому мы их и заменим. Жители дома ремонтом довольны. Вот только бы хотели, чтобы объем реконструкции был бы увеличен. Было бы хорошо, если бы еще поменяли щиты электрические и проводку в подъезде. Очень часто из-за аварий и замыканий мы остаемся без света. Кто-то хотел бы благоустроить площадку перед окнами, чтобы можно было бы летом отдыхать. Но в целом ремонтные работы по дому должны быть завершены уже в конце августа. Всего же капитальный ремонт и сейсмоусиление будут проведены в 13 многоэтажных домах Шенкента. На эти цели из бюджета выделено больше 600 миллионов тенге. Сергей Павленко, Антон Семенов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР. Спасибо. Спасибо.